Саша, привет. Привет. И снова здравствуйте. Много вокруг тебя, как обычно, это даже здорово. Давай по порядку внешний вид. Куда делать твоя, я бы даже сказал, старина? Старина была для съемок, я уже говорил. Я снимался в кино, и это специально было для съемок. Подкрашена борода, подкрашена голова, специально был седой цвет. Но в итоге мне не понравился, супруге не понравился. Внешний вид мой, и пришлось от него избавиться. Есть ли, может, у тебя уже планы на дальнейший, новый образ? Новый образ, отращивать волосы, бриться начисто. Борода будет, не будет? Бороды не будет. Борода уже как-то так приелась, поднадоела. За ней ухаживать надо, за ней следить нужно. Бороды уже не будет. Сразу к актуальным новостям, которые были по тебе. Выходило видео, где ты идешь, шатаешься. Расскажи, что было? Ничего, просто уставшись, тренировки шел, пошатывался и все. Ничего такого там не было. Никаких хулиганских действий, никаких хулиганских движений. В неподписанных контрактах, нетренировочных процессах. Я считаю, что людям должно быть без разницы, чем я занимаюсь. Меня рассматривают под микроскопом. Даже мою походку изучают. Вот что значит один из самых известных людей в стране. Приятно. Актуальные новости по поводу единоборств. Буквально недавно подрался Дацик. Завтра, к слову, у него тоже бой. Дацик выиграл молодец. Тем более Мандрагона я побеждал. Побеждал более красиво, нежели чем это сделал Дацик. Ты говорил о том, что возможен реванш с Дациком? Да, я готов с ним подраться. Готов с ним на реванш. Пусть организации цепляются за это, организовывают нам бой и делают нам реванш. Многие очень скептически относятся к реваншу, потому что не очень верят конкретно в твою форму. Что бы ты поменял в новой подготовке к Дацику? Я бы поменял защиту. Я бы уже не прижимал руки к лицу, а я бы держал их на расстоянии. И все его боковые удары из-под жопы я бы встречал на расстоянии. То есть он подбивал бы руки, предплечье об мои локти. Буквально завтра у него будет бой с профессиональным боксером. Как ты считаешь, есть ли у него шансы? Шанс есть у всех тем более. Дацик он не профессиональный боец. Он бьет. У него все удары такие незаметные, невидные. Но я думаю, завтрашний день покажет все. Я не буду ставить ни на Дацика, ни против Дацика. Я буду смотреть бой и держать кулаки за победителя. К слову, Дацик звал тебя к себе тренироваться. Возможно ли вообще такое, что вы вместе будете тренироваться? Возможно такое. Я не исключаю. У нас хорошие, нормальные отношения с Дациком наладились. В принципе… Конфликт исчерпал. Ну и конфликта не было. Это больше пресса раздуло конфликт. Возможно и потренируемся с Дациком. Возможно еще и бой состоится у меня с Дациком. Я это тоже не исключаю. Говорят о твоих соперниках. Каких ты в дальнейшем рассматриваешь оппонентов? Первый, кто на очереди – это Кокляев. Он вызвался взять реванш. Реванши они намного интереснее, нежели чем просто бои. Тем более он готовится под меня. Он специально под меня готовится. Он меня изучает. Он со мной уже дрался. Он знает мои сильные стороны, знает мои слабые стороны. Боб Сап тоже хочет со мной подраться. Очень большой американский боец. Сколько у него вес? 160,5 килограмм. Это тоже, к слову, реванш. Ну да. Потом Монсон тоже хочет со мной подраться. Мне без разницы, кого бить. На какую бы дату ты был в форме, в оптимальной форме? Как только мы подпишем контракт, я сразу начну специально готовиться под оппонента, с которым предстоит у меня бой. Пока я делаю общую физическую подготовку. Очень много в интернете сейчас ходит неких таких скандальных видео. Мы не будем скрипеть зубами. Давай расскажем, кто конкретно и когда с тобой занимается, чем. С января 2022 года официальный мой менеджер. Ты Никита Бурчак и у меня сейчас эксклюзивный контракт с Владимиром Хленовым. Отдельное спасибо вам за помощь. За то, что предоставляете мне бои, предоставляете мне возможность работать, драться. Относительно эксклюзивных контрактов и менеджмента, у нас есть еще один человек, который тоже скоро появится в боях. Давай его заведем в кадр. Это мой младший брат Иван. Он тоже хочет выступать в боях, хочет попробовать себя. Поэтому это будет дебютный бой его. Не знаю с кем, еще пока не решено. Мой брат Иван мастер спорта по рукопашному бою, по боевому самбо. То есть он тоже человек не с улицы. Он тоже тренировался, готовился, выступал. Никита, по Ивану Емельяненко. Вот сейчас я прочитал новость, Владимир Тихомирович сделал, что со слов Владимира Хренова, его дебют запланировано 26 апреля против Святослава Коваленко по правилам ММА. Какая планы, скажем так, планы. Все понимают, что бой Ивана и Коваленко это хороший бой на самом деле. Не уверен, что это прям хороший бой для старта, потому что Коваленко все-таки в хорошей форме на самом деле. Он сейчас выступил по кулакам, идет на победное. Ну, проиграл, правда, по кулакам, но не суть. Он регулярно наступает, а Иван все-таки давно не уступал. Поэтому на текущий момент будем смотреть, в какой форме проводить спарринги и после этого решать окончательно, кто будет его первым соперником. А тренироваться он где будет? Пока не скажу. Но это будет в Москве. Это будет в Москве. Вот я и хотел как раз начать. А какая вообще есть информация о его форме? Что он сам говорит? Ну, может быть, какие-то ваши общие знакомые? Что об этом говорят? Ну, я с ним общаюсь напрямую, поэтому форма, ну, скажем так, бойцовской подготовки у него не было давно. Вот. УФП, качалочка, вот в этом направлении. Вот. Поэтому мы все адекватно понимаем. Никто никого никуда, ни под какие там танки бросать не собирается. Смотрим форму адекватную и принимаем решение. А каких он вообще габаритов? То есть, вот если судить по старым фоткам, он повыше Федора роста, но пониже Александра. Такого на полутяжа юного похож. Слушай, да. Даже на средний вес. Так. Он на самом деле, у него очень большой потенциал. Он достаточно высокий. Мне кажется, вот он примерно с меня был ростом, а я под метр девяносто. Так. То есть, мы где-то на одном уровне с ним были. Да. И я не могу сказать, что он какой-то там суперрасхлябанный или еще чего-то. То есть, я думаю, при фокусировании он очень быстро придет в хорошую форму и потенциально, я думаю, что это следующая такая звезда имейли, тем более с такой фамилией. А он сам к тебе обратился, мол, Никита, я драться хочу? Да. Потому что мы этот вопрос с ним прорабатывали достаточно долго. Вот. И он как бы думал, принимал решение и вот окончательно принял, потому что там необходимо было закрыть вопросы по поводу там работ и еще всяких своих, короче, вопросов. Вот. Он окончательно принял решение, приехал и теперь готов набирать форму и окончательно посвятить себя, блин. А он как вообще настроен на то, чтобы прям громко ворваться в медиапространство? Ну, знаешь, там интервью там давать, там вот в этом плане. Александр это умеет делать. Так скажем, на кого он больше похож? На Федора, который был достаточно неразговорчивый? Или на Александра? Он ровно посередине. Он на текущий момент еще достаточно скромный, но при этом может отжечь. Естественно, опыта работы со СМИ у него не было, по-моему. Вообще, по-моему, ни одного интервью он никому... Ни одного интервью вообще нет. Там видео-то буквально кот наплакал с его участием. Да. Поэтому просто нету... У него физически нет опыта. Над чем мы в том числе будем работать, потому что это тоже часть работы в единоборствах. хорошо. Поэтому сейчас будем комплексно заниматься Иваном Емельянком. Слушай, ну круто. Это, конечно, долгожданный человек в России с технологией, 100%. Да, да. Причем он сам говорит о том, что он хотел, он даже мечтал об этом, да. И, возможно, просто такие мощные фигуры, как Федор и Александр, они немножко, может быть, давали слишком большую тень для того, чтобы он в это прорывался. Хотя, я думаю, ему, наоборот, необходимо было как раз этим пользоваться и параллельно развиваться с братьями. В общем, думаю, что когда он сам будет давать интервью, он об этом подробно расскажет. Он его даст или он его уже дал? Нет, он его не дал. Я думаю, что мы сделаем это в нужное время, скажем так. Когда он будет готов хорошо общаться. То, что на следующий момент он немножко смущается, скажем так. Понятно. Ну, не стоит смущаться. Ты слушай, и последний вопрос по поводу Александра Емельяненко. Как ты думаешь, ему вот столько вот реально нужно еще времени, чтобы нормальные снова кондиции обрести? Слушай, я не могу сказать, что он в каких-то ненормальных кондициях, да, в которых мы там видели прошлые его романтические путешествия. Ну да, ну нет, мы сейчас посмотрели интервью, он, конечно, не в таком состоянии, в каком он был там мае прошлого года. Это понятно. Понятно, что он, ну, контракта нет, конкретного боя не было. Всю жизнь тренироваться он тоже просто, ну, мягко говоря, человек устал. Тоже уже пятый десяток человеку. Сейчас будет конкретика, будет тренироваться. Александр очень быстро, на самом деле, восстанавливается и очень быстро набирает форму. Тут вопрос какой-то конкретной подготовки. В принципе, через месяц-полтора он уже будет готов, я уверен. Плюс он не сильно, скажем так, растерял прошлую форму, потому что он тренировался ежедневно по два раза. Поэтому генетическая память он полтора месяца и точно он устроил. Может даже раньше, поэтому будем смотреть. Редактор субтитров А.Семкин